всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня снова начинает какой домашний влог но прежде я хотела бы и ответить на запрос одной моей подписчицы она меня попросила показать парфюмы которыми я пользовалась летом а также парфюмы которыми я буду пользоваться это вам другая моя подписчица попросила показать которые у меня пойдут на осень также свои новинки но новинок у меня ничего такого нет я ничего уже давно кстати не покупала не знаю почему вот как-то так у меня происходит сейчас в принципе как только я приобрела вот один мой парфюм это эту кассиопия так вот мне когда больше ничего не хочется хотя очень много сейчас вышло новинок и в принципе в это лето я кстати не так много пользовалась парфюмом вот я задумалась просто дала тем какие у меня были фаворитах принципе два фаворита но как-то вот не знаю почему это лето как-то у меня прошло так вот без каким какой-то особой парфюмерии но кстати на самом деле так и достаточно часто у меня бывает летом потому что ну как-то иногда летом когда вот например совсем жаркая погода вообще иногда не хочется наносить никакой парфюм потому что многие как-то душа ну не знаю как то вот как то так у меня происходит вот а осенью зима этом для меня всегда вот такие прям вот я обливаюсь обычно парфюмами в это время но сейчас покажу какие у меня были парфюмчики но а если буду приобретать какие-то новинки то конечно же буду вам показывать и так вот мои ароматы значит первый аромат это первые два вот эти аромата это дейзи love от марк джейкобс которые у меня уже как вы видите закончился и байрэд на общем я не буду поверкать язык вот так называется это у меня были не скажем так фаворит милета но ты юля август вот я уже добила да вот этот дейзи love у меня чуть-чуть оставалось чуть пользовалась начале сентября сейчас пустых бабочках уже лежит и вот этот байрэда здесь роза со специями с перчиком вот прямо четко носим на жарку погоду не подойдет на более такой прохладней погода но у меня всегда это мой и вот летом периодически пользуюсь на самом деле его достаточно просто один пшик очень хорошо держится классный аромат безумно его люблю когда закончится обязательно повторю если вы не сниму но этот аромат здесь ромашка какие-то цветочки ягодки сладковатый такой сладковато пудровый немножечко аромат ну такое мне кажется немножко пудрой отдает вот в принципе я я не хочу повторять то есть он был приятный я с удовольствием попользовалась но как бы все ну конечно же летом я использовала еще пользовалась двумя вот этими бритни спирс очень классный аромат они мне уже подходит к концу бритни спирс у меня это такой ну скажем так домашние ароматы пользуюсь после душа просто дома когда нахожусь с удовольствием очень очень мне нравится вот обязательно потом повторю закажу себе но какие-нибудь уже другие ароматы потому что эти все-таки два более такие летний на мой взгляд но тоже прикольные классные ароматы вкусные достаточно такие сладковатые да конечно это не люкс ароматы это такие ну как бы сказать они просто вот просто вкусно приятно пахнет без раскрытия каких-то букетиков без всего этого вообще как сливовая конфетка да здесь что такое полегче скажем они чем-то похожи вот эти два аромата между собой чем-то похожи то есть по аромату реально вот сливовый леденец что одно что 2 я бы так сказала и вот эти два аромата которые будут со мной весной но по крайней мере весь сентябрь и октябрь я думаю точно конечно же моя любимая кассиопея очень обожаю этот аромат а вот эта кассиопея реально моя любовь я вам оставлю ссылку где я подробнее рассказывала об этом аромате но сейчас вот на прохладную погоду он хорошо держится и в принципе полюбила я его в прошлом году в октябре я его первый раз где-то потестила и это просто просто любовь 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 вот но периодически я пользуюсь вот этим ароматом аура мюнглер у меня версия туалетной водички 30 миллилитров тоже мне очень нравится это когда хочется немножечко вернуться в лето скажем так пахнет такой травкой скошенной травкой но в общем тоже классный аромат я тоже оставлю внизу ссылку где я более подробнее описываю свои ощущения вот с этим ароматом то есть в принципе сейчас осенний период это дома а это скажем так на выход куда-то хотя вот эту кассиопея иногда и дома тоже пользуюсь и мне очень очень нравится так что так что вот такие вот у меня в принципе четыре аромата я знаю сейчас вышло очень много новинок всяких разных но как-то вот кассиопея владела моим сердцем и вот этот кстати тоже аромат тоже мне очень нравится хотя тоже вышла как это еще новиночка вот но пока пока как-то не хочется ничего нового приобретать вот но вот эти вот это конечно просто но это кто для тех кто любит аромат розы роза со специями роза такая холодная немножко плюс теплые специи но это не осенние и не зимние это конец весны для меня и вот летом в прохладную погоду это такой универсальный ароматик ну как бы не зацепил сильно я бы так сказала подружка веточки грызет бандитка да бандитка разгрызает их и выплевывает просто грызет вот а меня спрашивали какие цветочки у нас еще цветут в огороде но первых тут роза моя чудо есть совсем совсем как-то не очень листики по сбрасывала вот она правда цветочки дала на их скоро под обрежем чтобы чтобы она мне к зиме готовилась а тут зацвела эти вот вот это еще роза у меня цветет которая моя здоровая такая нам больше двух метров высотой эти вот цветы у нее такие очень вкусно пахнут очень ароматная но недолго недолго почти два дня и бутончики цветать но у нас сейчас были дожди сильные ветра и у меня тут случилась беда одной моей розы вот так вот отломалась ломалась ветка чем такая хорошая жалко очень но что делать вот видите из дождей бутоны не раскрывшиеся гниют такая розочка у меня еще красивая и вот тут розовые розы у меня тоже начали это тоже красивая роза вот эти розовые они вообще классные из-за дождей видите бутоны гниют не раскрывшись такая уже цветает и вот здесь вот у меня вот такая обычная кустовая розочка около беседки я тоже показывал то сейчас цветет и вот это вот у меня плетистая роза разрослась но чуть-чуть только цветет там пару бутончиков потому что есть срезала тут некоторые она тоже красная такая вот бархатца еще цветут и вот эти вот львиный зев который у нас тут в горшках около крылечка они тоже у нас цветут вот так уже уже блохенько а питания питания почти все вы видите горшочки у меня осталось беленькая ну еще вот здесь вот у нас мамины георгины очень красивая кстати она покупала в этом году смотрите какой шар красивый вообще тоже мама их подвязывала чтобы они не поломались его такой еще маленький георгиночка такой смешной не заводите вот они мне смешными кажется ведь это же из-за ветра поломались ответить из-за ветров поломались сейчас как раз лазочку поставлю а вот эти красиво он тут уже отцветает большой такой шар смотрите какой классный такие маленькие такие мама георгины классно меня мама любит кстати очень георгины и виноград наш конечно конечно не созрела не поспела вот в этом году но может следующем году будет хорошая хорошее лето будет виноград сейчас пойду поставлю цветочки вазочку вот и буду готовить запеканку из баклажан и так вот будем делать сейчас запеканку я и уже делала кстати не раз получается очень очень вкусно значит картошку я предварительно отвариваю можно отварить в мундире говорят что он будет вкуснее но я как-то почему-то в мундире и никогда не отвариваем просто протвишок значит отвариваю я ее так до полу готовности скажем так знаете когда она такая в хрупочку вот примерно такой выкладываю так на дно сверху я сейчас буду обмазывать у меня такие сливки 35 процентные но я возьму кисточку и просто сверху помажем вообще я помню что в оригинальном рецепте был майонез но я не люблю эту историю тем более сливки стоят с них надо что-то делать в общем из буду использовать сливку и сливки можно сметанку немножко но немножко обмазать чтобы вот как бы такой ароматик был дальше баклажаны ну как обычно их переспаем солью режем такими кружочками потом я их промываю и выкладываю так на полотенчика чтобы они не пшикали когда я буду жарить вот я буду сейчас обжаривать то такой золотистой корочки то есть принципе на быстром огне не до готовности а просто до золотистой корочки если не обжарить то они получаются на крайне мере у меня получается каким-то резиновым поэтому я их обжариваю тоже буду выкладывать сюда сверху помидорку и сыр все а еще когда буду обжаривать обмазывать сейчас вот этими сливочками я немножечко поперчу их но сверху немножко перчика посыплю обычного черного все и ставим в духовку при 180 градусов где-то но минут на 30 наверное может быть 20 25 вот так вот я так обычно по готовности как сыр подрумянится так корочка такая будет хорошая так я обычно вытаскиваю но это минут 20 на 25 но сейчас посмотрим сколько она будет стоять сейчас буду быстренько обжаривать на самом деле обжариваться не быстро так когда с такой золотистой корочки просто получается вот поэтому сейчас буду обжаривать их собирать такую запеканку кстати получается очень вкусно я не знаю добавляет ли вообще сюда мясо я вообще оригинальный рецепт честно сказать не помню вот показываю знаете как обычно берется рецепт потом что добавляется убавляется и получается вот такая вот история в оригинальном рецепте по он все сырое сюда складывается вот честно уже не помню но получается очень вкусно и для меня это получается полноценное блюдо то есть когда я ем такую запеканку на ужин да то я уже не ем мясо потому что мне кажется здесь так все достаточно сырное вот получается вкусно аппетитно я не знаю просто классно так что советую сделать такое в общем сейчас буду жарить и вот здесь вот на столике вот у меня получается вот такой букетик из сломанных георгин я тут немножко по обдирала вот но эти как они называются нижние которые были подвявшие так очень симпатичненько так на самом деле эти георгины такой имеют я не знаю осенний вид что ли если можно так сказать очень тоже люблю да и вот эти вот салфетки у меня кстати всегда здесь лежат вот тоже потому что потому что дети вот я пока готовлю то тут моя котейка спит кстати мы очень полюбились вот эти подушки которые я в сельке заказывал он то на них ляжет то рядышком да да зовут его кастер котеечку который не хочет чтобы я ему вычесывала вот это все вот просто орет как будто я режу кота да сладкий еще где-то он нос себе расцарапал где-то нос себе расцарапал бандит такой мне бандит и вот что мы делаем да в общем он тут спит пока я готовлю до сладким ну вот видите я тут чуть-чуть смазала посыпала перчиком так получается вкуснее в честь со сметаны смазывается то перчиком обязательно посыпать потому что получается более ароматный но если майонез вы допустим берете тогда кажется перчиком не стоит и вот обжаренные баклажанчики начинаю потихонечку выкладывать все которые у меня здесь будут вот все сюда выложу и так вот я пожарила все баклажаны сейчас сверху будем выкладывать прямо на них помидорку вот я помидорок немного так чисто для красоты скажем так вот сейчас еще порежу помидорку вот а вот у меня получилось все-таки две помидорки решила положить побольше и дальше все посыпаем натертым сыром уже на мой взгляд аппетитненько и ставлю в духовку при 180 градусов как я уже говорила на минут 20 25 может быть 30 что все это как бы внутри пропеклось и ароматы перемешались и было очень вкусно и еще скажем так на десерт но я решила приготовить шарлотку но по другому рецепту со сметаной значит нашла у себя в огороде яблоки вообще вот эти яблоки они еще не поспелят у нас яблони там очень мало яблоков яблок но они в общем их снимать нужно где-то в октябре примерно но так как были уже сильные ветра как вы поняли да раз сломала мою розу то попадали вот эти яблоки и но не такие тут плохенькие в общем я тут все повырезаю ну на шарлотку замечательно пойдет яблоки эти моя мадам не успела съесть на мадам потому что были дожди и ветра в общем она сидела дома никуда не ходила ведь сейчас лежит тут вот поэтому яблоки остались остальные съедены значит тоже первый раз готовлю по этому рецепту также нашла его когда болела потому что обычное вот это тесто из шарлотки она немножко накидает вот значит по рецепту я вам его пропишу в комментариях обязательно там должно быть пять яблок у меня как раз таки пять тючетка-птючетка но вообще у меня получится наверно 4 яблочко потому что с учетом того что я вот все повырезаю который нужно будет почистить очистить от кожуры в том числе у меня кстати яблоки вот эти кислые так дальше стакан сахара стакан муки стакан сметаны нужно будет вот у меня десяти процентам у меня тут немножко как раз стакан может быть даже чуть-чуть поменьше получается одно яйцо и там написано сода не разрыхлитель а сода но я подумала что может быть может быть соды и будет и лучше поэтому решила взять ее по рецепту там 6 грамм но у меня здесь я посмотрела у меня получается 5 грамм соды ну думаю ничего страшного значит там суть какая соду нужно не гасить а прямо насыпать в сметану ну и смешать получается яйцо с сахаром начали сбить потом добавить сметану все это опять перемешать и добавить уже муку тесто готово и как обычно на форму выкладываем яблочки и заливаем сверху тесто в общем посмотрим что у меня получится ну я думаю что наверно будет вкусно и получается по фотографии этого рецепта она не сильно поднимается то есть такое плоскенькое ну не знаю в общем сейчас почищу яблоки как раз сделаю тесто у меня как раз подойдет запеканка и поставлю и выпекать при температуре 180 градусов также минут 40 где-то как вот обычную я так поняла как обычную шарлотку в общем сейчас попробуем и меня кстати попросили показать мамины кто это мамины оладушки с кабачком вот они это у нас то что осталось я щас из холодильника достала вот такие вот они у мамы получаются просто яичко мука и сами кабачки на терке все вот и обжаривает мама все больше ничего такого просто мама не жарила мне как раз не было я за детками уезжала когда она жарила вот а сейчас мама же сама уехала у меня опять на курсы по плетению вот так что вот такие вот получается очень вкусная но у меня не особо на самом деле домашние любят вот такие оладушки как-то вот не за время на нем не вообще кабачки не любят поэтому мы в этом году и не сажали кабачки и так замесила я тесто вот такой она получается такое ну принципе как по виду как на шарлотку здесь вот порезала яблочки яблок у меня немного совсем сейчас добавлю туда тесто слегка перемешаю нож так чтобы яблочки остались внизу мои так любят и поставлю в духовку так все тестом залила слегка перемешала ну как бы просто так вот я делаю вот таким образом как бы чтобы тесто внутрь тоже так пропал попала туда вот и все отправляем духовку и вот получилось у меня вот такая запеканка как раз сейчас после нее сразу поставила пирог мне кстати такая духовка что ароматы не перемешиваются то есть сейчас пирог будет пахнуть яблочный пирог будет пахнуть яблочным пирогом мясо будет пахнуть мясом и так далее то есть хорошая очень духовка нам нравится с мамой вот и согласитесь что это запеканка выглядит крайне аппетитно просто это действительно так особенно когда все это достаешь отсюда ну вообще мне 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 на самом деле она не должна быть чем-то залито все должно быть как бы вот так по отдельности овощи такие пропеченные и ароматы перемешиваются вот эта помидорка очень все красиво можно конечно побольше добавить сыра но я что в этот раз в этот раз пожалела сыра наверное вот и доставать его просто обычная ложка и меня достают большой такой есть такая салатная ложка то есть вот так разрезаете и достаете мы часто сидела у меня горячая так что будет вот такой вот вкусный нужен вкусный и полезный вот но насчет обжаривания баклажан все-таки нужно обжаривать потому что они становятся такими знаете ну резиновыми если не обжарить а так они очень-очень-очень вкусные и вот такая вот у меня получил шарлотка не усерд посыпала сахарной пудры я попробую вот так вот этот пирог выглядит в разрезе на самом деле нам получается тесто такое больше наверно кекс похоже ведь она такой прям вот вот такое рассыпчатая очень вкусно ну по крайней мере не как обычная шарлотка немножко немножко другое но видите она не сильно поднялось то есть чуть-чуть совсем но очень вкусно со сметаной вообще получается да больше похоже на кексик такой с яблоками вот но советом я вам рецепт оставлю в комментариях напишу вот оригинальный по которому я готовила но получается необычненько очень у нас уже вечер сейчас я буду еще гладить белье как раз и и в общем будем укладываться спать с сыночком старшим сделали уроки вот у меня тоже спрашивали как он учится но пока носят четверки-пятерки в основном преобладают конечно пятерки ну такие за у меня кстати очень хорошо рисует по изо у него вообще всегда пятерки всегда но он не любит рисовать вот как так можно я не знаю очень хорошо рисует но при этом не хочет рисовать но вот как то так еще он у меня кстати пошел сегодня первый раз в школе там ну типа как это ну не то что на продленке до типа такая внеурочная деятельность шахматы вот он у меня сегодня пошел первый раз ему понравилось сказал что хочет ходить еще и у него у них еще там какие-то спортивные игры он тоже туда с удовольствием пошел тоже очень нравится в общем в общем ребенок занятой у меня вот ну а так учится в принципе хорошо единственное что же получилось замечание в дневник за то что болтал на уроке с девочкой в общем в общем да ну и на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне это очень приятно оставляйте свои комментарии всех люблю целую до новых встреч